давайте вообще разберемся откуда вода в земле берется то есть грунтовая подземная вода образуется за счет фильтрации атмосферных осадков то есть и дожди снег и тому подобное она фильтруется через слой земли то есть те же самые талые воды фильтруются через грунт есть также и инфильтрационная влага которая уже просачивается в колодцы и в скважины из ближайших рек прудов озер то есть если рядышком где то есть например озеро река или пруд она будет просачиваться и в какой-то области собираться вода в грунте располагается в водоносных это как правило песчаных слоях зажатых между так называемыми водоупорными слоями грунта водоупорные слои состоят в основном из глины реже из камня поскольку водоупорные слои не располагаются строго горизонтально а лежат под наклоном к горизонту и образуются своеобразные линзы в местах изгиба то есть вот такие вот линзы образуются в них и накапливается достаточно много влаги образуются своеобразные подземные озера где скопление песка пропитана водой иногда они достигают размеров в несколько квадратных километров по площади и в несколько кубических километров по объему такие подземные озера реки и залегают на различных глубинах и в разных местностях вода залегающая в самых верхних слоях на расстоянии 2-5 метров от поверхности называется верховодкой то есть самые первые слои воды это вот как раз верховодка как вы видите она они обычно на расстоянии от 2-5 метров от поверхности земли такие озера то есть линзы с верховодкой как правило они не велики то есть имеют запас не более нескольких тонн воды в засуху они часто пересыхают пополняется только дождями и талами и водами и в качестве надежного источника водоснабжения конечно не пригодны да и качество воды само по себе интерес конечно представляют более глубокие слои водоносных материковых песков чья многометровая толщина уже содержит тысячи либо миллионы тонн воды причем прекрасно уже отфильтрованной то есть сам водоносный слой почти никогда не соприкасается с поверхностным слоем грунта причем на равнине глубина его залегания одна а в низине значительно меньше кроме того вода водоносных слоях находится в постоянном движении если скажем кинуть в один колодец безопасный краситель то через некоторое время он непременно уже окажется и в соседнем по течению то есть положим вы в каком-то месте бросили краситель если вот здесь вот у вас колодец то по пути он вполне возможно у соседа появится то та же самая вода в грунте водоносных слоев нередко бывает 2-3 глубина их горизонта тоже может быть разной то есть в выкопанном колодце или скважине вода поднимется только до уровня водоносного слоя дальше доставать ее надо уже механически наиболее доступна вода первого водоносного слоя то есть как вы понимаете верховодка нам никакой воды толком не дает а вот первый водоносный слой это уже более-менее вода которая может вам пригодиться для водоснабжения это так называемая подкожная вода которая как я сказал годится уже для хозяйственные потребности и для полива вода второго горизонта значительно лучше уже по качеству совершенно пригодна для употребления но самая ценная вода это третьего водоносного слоя который в основном уже залегает на глубине 30-40 метров а чаще 50 метров и как правило под твердой именно породы которую нелегко пробить ну зато эта вода богата на минеральные соли разные химические соединения уже имеет высокие вкусовые качества и и и и и